всем здравствуйте сегодня я буду заниматься переработкой винограда очень часто этим занимаюсь вот этим металлом можно переработать винограда сколько угодно и принципе не устанешь и очень быстро все получается самое хорошо делать это на улице на улице такое местечко какое-то укромное нашли ну вот нарвали мы виноград в бидон у меня такой есть но может быть и в кого другая емкость есть то есть все мы туда бросаем и сбрасываем это все дело берем обыкновенную вот такой с ручкой штукенцию и просто на простоту его разбиваем затем у меня имеется вот такой тазик вечная емкость 10-20 вот этой стороны отверстики наделаем вот он у меня как раз аккуратно посудина помещается перейдем все здесь просто элементарный камень делаем вот такую луночку ставим туда самотеком на полчасика надо оставить это хозяйство все еще потом помять вот это хозяйство и в другую емкость убираем вот это отходы одну здесь уже кому кто захочется там чачу вино пожалуйста то что мы сделали еще раз профритруем то есть вот я марлечку на меньшую отдел и обыкновенно здесь прищепочками раз два три расчеркнули и сюда его вот три зерна обращаем ловить слиянца чтобы прищепки наши не послетали там мы получили вот такую емкость 20 литров ставим это хозяйство на печку включаем газ ну тоже супруга поставила банки снимаем пену периодически помешивая и снимая пену чуть прогрелась сахара килограмм добавляем на 20 литров все это дело перемешали прокипело уже и пену купленные веточек на закручивание сливается перекручиваем затем банки за прохладное место переворачиваем при таком методе закрывания когда баночка отстоится выпадет осадок вот примерно вот такой вот он а остальное будет светлое прозрачное кто желает чтобы оно светлое прозрачное все было то необходимо 20 минут прокипятить ставим на ночную возвышенность утром осадок вниз осядет а вверху будет светлый сок этот светлый сок через трубочку переливаем в другую емкость заливаем туда сахара сколько нам необходимо по вкусу кипятим еще минут 10 получится чистый сок прозрачный одно дело достигаем то у нас сок будет весь прозрачный осадка там буквально будет чуть тройки печенье конечно сами понимаете вещества все немножко хуже будут делайте выбор эстетично красиво или чтобы качество то я здесь укрываем чем-то тепленьким и пусть они стоят потихоньку остывает удачи вам консервирование